привет ребята с вами аксёнов андрей и это закат империи это сериал о том как в россии сто лет назад победила революция я рассказываю героях того времени о студентах о революционерах о министрах о священниках и у николая втором и о том как все они желали россии светлого будущего этот сериал выпускает студия подкастов либо либо и я в студии веду два исторических подкастов один называется время и деньги о роли бизнеса в истории от рюрика до брежнева а второй называется также как этот сериал закат империи но это совсем другое все ссылки в описании этого выпуска в предыдущих сериях общество надеется на нового молодого царя николая второго и на либеральные изменения в самом начале правления локальные студенческие протесты из-за реакции властей переросли в самые крупные уличные протесты в стране в истории россии волнения были подавлены общество радикализировалось а часть студентов ушла в подполье 1906 год сибирь забайкалье каторжная тюрьма для политических заключенных в селе окатуй эта тюрьма тщательно охраняется все вещи которые выносит из нее даже мусор проверяются но сейчас в этой тюрьме происходит нечто странное лысый мужчина примерно лет 35 забирается в большую бочку его накрывают сверху кожей дают ему трубки для дыхания и забрасывают сверху кислой капустой затем бочку закрывают и выносят за пределы тюрьмы и заключенных которые выносят эту бочку не проверяют потому что бочка идет на охраняемый склад с едой там на этом складе мужчина выбирается из бочки и через подкоп лезет наружу этот подкоп для него тоже вырыли заключенные на улице через заснеженное поле он идет в ближайший перелесок и там в этом перелеске уже несколько дней его ждут лошади на них он добирается до ближайшего крупного города там приходит на конспиративную квартиру ему выдают одежду и документы и по этим документам он едет до владивостока на поезде затем пересаживается на пароход и приезжает в японию а оттуда добирается до сша что это за человек такой ради которого заключенные рисковали копали подкоп выносили его в бочки из тюрьмы кто-то подготовил для него лошадей документы одежду билеты и отправил его на другой конец света дело в том что это самый опасный человек в российской империи это глава великой и ужасной террористической боевой организации это один из основателей партии социалистов революционеров и зовут его герш или григорий гершуни российская империя в то время это крайне неоднородная страна крайне неравноправная и больше того она даже и не задумывалась как равноправная страна у всех жителей империи были разные права и зависело это просто от чего угодно например вот у крестьян были собственные низовые суды но они не могли работать на госслужбе женщины не могли поступать в университеты и получать паспорта по своему желанию скажем казахи и другие народности не служили в армии нельзя было печатать газеты на украинском языке и журнала а вот на немецком например можно и все это крайне бесило но была одна категория жителей российской империи которые имели прав меньше чем все остальные и это евреи евреи например не могли приобретать землю и работать на ней они жили в маленьких городах скучно и работали ремесленничеством зарабатывали себе деньги не знаю делали сапоги например евреи должны были жить за чертой оседлости это такая особенная граница прямо внутри страны и вот на западе жить евреем можно а на востоке уже нельзя евреи фактически не могли избираться в городские думы и вообще ограничений для них было много всего не перечислить почему евреи имели меньше прав чем другие ну потому что они выглядят по-другому они не ассимилируются у них свой язык у них своя религия они даже одеваются по-другому и вот этот другой считывается как опасность и такие предубеждения были не только скажем да у необразованных крестьян вполне себе образованные люди например даже вот отец николая второго император александр третий ему как-то донесли об очередном еврейском погроме а он написал в письме в ответ сердце мое радуется когда бьют евреев но дозволять этого ни в коем случае не следует и вот в тысяча восемьсот семидесятом году в еврейской семье в городе ковна это сейчас каунас литва рождается герш киршуни родители его были чуть обеспеченнее чем в среднем и очень хотели сыну судьбы получше одним из способов для евреев получить право жить где угодно в российской империи было получение образования поговорим об этом в специальной рубрике об дореволюционном образовании которое мы делаем вместе с партнером этого сериала с образовательной платформой нетология для евреев были квоты только три процента мест в столичных университетах могли занимать евреи а чтобы поступить в университет нужно было закончить гимназию а в гимназии тоже были квоты лишь десять процентов мест могли занимать евреи а между прочим в черте оседлости в городах до половины населения могли быть евреями это фактически означало что чтобы поступить в университет должен был закончить гимназию идеально и при этом образование в гимназии было платным кстати можно было поступить и в консерваторию она тоже давала высшее образование но при этом туда не было квот и именно поэтому в каждом еврейском местечке мальчики занимались игрой на скрипочка как бешеные просто получил высшее образование имеешь право жить в москве или в петербурге слава богу сейчас образование не нужно чтобы получать какие-то базовые права но просто дает тебе знания и навыки так как это и должно быть наш партнер образовательная платформа нетология здесь можно найти курсы под свои задачи и интересы можно углубиться в свою профессиональную сферу освежить навыки и повысить квалификацию а можно освоить новую профессию с нуля например унитологии есть курс графического дизайна он подойдет новичкам на курсе вы сможете научиться работать с цветом композиции шрифтами разрабатывать дизайн сайта или полиграфических материалов обложки для подкастов или роликов на ютубе конечно тоже сможете делать если вам это интересно то ссылка на курс и все подробности в описании этой серии а еще у нас есть промокод закат который дает скидку в 45 процентов до конца 2023 года промокод работает на все курсы кроме высшего образования герш гершуни поступил в гимназию он прошел по квоте но не смог ее закончить потому что у родителей не хватило денег получается в университет он поступить не может и тогда он поступает на фармацевтические курсы при киевском университете заканчивает их и получать диплом а вместе с дипломом право проживать где угодно на территории империи кстати говоря во время учебы в киеве он немножечко успел поучаствовать в протестах и даже посидеть под арестом тогда полиция открыла дело против студенческих землячеств как вы помните все организации были под запретом тотально но герш гершуни сказал полиции что он ни в чем таком не участвовал ничем не занимался и ему верят и отпускает его и вот герш гершуни получает диплом и переезжает в москву теперь он уже не герш он меняет свое имя на григорий он теперь григорий гершуни и работает он в институте экспериментальной медицины у него все хорошо но в 1897 году выходит высочайшее повеление по которому евреям фармацевтам запрещается жить в москве и в московской губернии просто представьте себе вам 27 лет у вас все хорошо вы все делаете по правилам и тут внезапно государство он говорит нет ты не может жить в москве уезжай чувствуешь себя максимально беспомощным и злым ну и делать нечего и гершуни перебирается в минск и находит там работу и он понимает что в стране что-то не так и нужно что-то менять первое что он делает он вообще организовывать школу для мальчиков и он еще преподает вечерней школе для рабочих он читает открытые лекции по медицине но всего этого недостаточно нужно что-то менять в корне потому что да смысл учить мальчика в школе если они потом все равно не могут поступить в университет из-за квот и тогда герш гершуни начинает заниматься политикой он вступает в местную небольшую революционную организацию а в то время такие революционные организации растут просто как грибы после дождя по всей россии потому что ни один герш гершуни недоволен положением в стране эти организации занимаются агитации среди рабочих и крестьян и кстати говоря позиция до учителя вечерней школе рабочих для этого супер подходит и еще они печатают всякие листовки и журнал оппозиционные для этого нужна типография и вот герш гершуни становится как раз руководителем подпольной типографии а вскоре дорастает до руководителя всей вот этой местной небольшой революционной организации но полиция не дремлет она выходит на след этой типографии и арестовывает всех причастных гершуни попал в руки к начальнику московского охранного отделения сергею зубатову а сергей зубатов и сам в юности поддерживал некоторые оппозиционные идеи и его методы работы отличаются от методов работы принятых в охранном отделении он например считает что не надо давить оппозицию за всех сил что от этого они только радикализируются уйдут в подполье он считает что надо давать возможность людям вернуться в обычную жизнь свернуть пути революции и он предлагает григорию гершуни сделку он говорит напиши признательные показания но не говори там что ты участвовал в революционной деятельности просто скажи что ты был недоволен притеснениями евреев и все и это предложение это ловушка потому что у революционеров есть этика и это этика эти правила говорят ты не можешь ни в коем случае идти на соглашение с полицией больше того если тебя арестуют ты должен открыто признать себя революционером ты должен идти под суд то должен использовать судебное заседание свое выступление для агитации конечно ты не можешь идти ни на какие соглашения с полицией но гершуни поддается он пишет бумагу о том что он действительно не участвовал в революционной деятельности и просто был недоволен притеснениями евреев и сергей зубатов очень доволен он считает что он вырвал из лап революции очередного революционера и он просто его отпускает герш гершуни возвращается к своим товарищам и ему надо как-то объяснить почему его отпустила полиция и надо сказать он это объяснять довольно невнятно он как-то говорит типа ну вот бог не выдал свинья не съела что-то в этом роде и ему верят но сергей зубатов просчитался потому что после этих событий герш гершуни решать полностью посвятить себя революции и он уходит в подполье гершуни решает что сейчас в 1901 году революции не хватает масштаба и единства и в его голове рождается план нужно объединить всю русскую оппозицию все вот эти подпольные кружки партии общественной организации которые существуют по всей стране должны слиться в одну большую социалистическую партию довольно амбициозная задача для 30-летнего фармацевта из минска но на самом деле тогда в революции не сказать чтобы много крупных фигур точнее они есть действительно да но они в основном все в эмиграции в швейцарии так что в целом путь открыт и кроме того гершуни был очень харизматичным чуваком вот что про него писали поражала его энергия она была необъятна всегда действенна и необыкновенно заразительно он был большим ловцом и господином людей в круг же его влияние попадали почти все с ним соприкасавшиеся одни только любя и безмерно уважая его другие отдавая ему свою волю и душу как ученики любимому учителю гершуни был прирожденным харизматиком настоящим евангелистом и проповедником революции он умел объединять и вдохновлять людей и гершуни едет в тур по россии он посещает киев харьков воронеж уфу саратов самару нижний и другие города везде он встречается с лидерами местных общественных организаций социалистических и уговаривает их объединиться и в самом конце в том же 1901 году григорий гершуни отправляется за границу швейцарию центр русской политической миграции потому что он хочет объединить вообще всех за границей он знакомится с самыми уважаемыми и заслуженными революционерами кто-то из них печатает выпускает разные оппозиционные газеты кто-то руководит кружками и гершуни уговаривает и их объединиться и так возникает самая крупная самая влиятельная и самая опасная социалистическая партия в россии партия социалистов революционеров или сокращенно эсеров и во время этой работы гершуни близко сходятся с одним человеком его зовут явно азов они во многом похожи они оба социалисты они оба верят в революцию им обоим по 30 лет они оба евреи они оба пострадали от действий власти и они становятся отличной парой таким тандемом прекрасно друг друга дополняют потому что гершуни это такой прирожденный лидер он умеет вести за собой людей а азов больше склонен системной работе он скрупулезный он техничный он умеет все рассчитывать он хладнокровный даже иногда грубый но они прекрасно дополняют друг друга и кроме того они сходятся еще в одной важной детали они считают что недостаточно листовок и агитации что забастовками и демонстрациями царя не свергнуть что нужно выходить на следующий уровень царские чиновники должны ответить за притеснения и за репрессии они считают что нужно перейти к террору что нужно начинать политические убийства и для этого внутри новой социалистической партии они создают крайне законспирированную очень малочисленную и супер профессиональную боевую организацию 2 апреля 1902 года министр внутренних дел дмитрий сипягин подъезжает на карете к мариинскому дворцу где проходит заседание комитета министров он заходит внутрь навстречу ему поднимается молодой офицер форме поручика адъютанта и говорит у меня бумаги вашему высокопревосходительству от великого князя сергея александровича министр переспрашивает но в ответ звучат выстрелы поднимается суматоха помощник министра пытается остановить террориста но тот стреляет и в него наконец террориста задерживают он уже стоит совершенно спокойно и говорит я сделал все что было нужно раненого министра везут в больницу но по дороге он умирает потому что пули были крестообразно надрезаны и заполнены ядом организатором и вдохновителем этого убийства был григорий гершуни убийца стойко держался на суде полностью соответствовал революционной этике но к сожалению гершуни не полностью решил поставленную перед ним задачу дело в том что задачей боевой организации социалистов революционеров были не только убийства политические все это должно было послужить рекламой только что созданной партии заявить о ней и кроме того они должны были показать пример всей стране они должны были вдохновить многих молодых людей в россии подниматься на борьбу с самодержавием но к сожалению убийца ничего не сказал на суде о том что акция была совершена боевой организацией партии социалистов революционеров и тогда григорий гершуни печатать листовки и распространяет их по петербургу в листовках написано они этого хотели и они этого дождались свист пуль вот единственный возможный теперь разговор за проливаемую народную кровь платить кровью его угнетателей и подпись боевая организация партии социалистов революционеров ну знаете как то не убедительно вот если бы убийца сам на суде признался что он принадлежит партии социалистов революционеров тогда да вопросов бы не было а так знаете каждый может приписать себе славу героя вот например конкуренты социалистов революционеров партия социал-демократов марксисты говорят типа а вообще это может наш парень был гершуни надо доказать что это именно новая партия социалистов революционеров занимается террором и он планирует следующую акцию прямо на похоронах убитого министра внутренних дел сипягина но к сожалению гершуни эта акция срывается двое убийц не смогли выстрелить тогда в толпе гершуни не унывает он едет в киев чтобы подготовить убийство харьковского генерал-губернатора местная революционная ячейка дает ему контакты молодого рабочего фомы качуры гершуни приходит к нему и рассказывает о разветвленной могущественной всероссийской боевой организации и о том что партия верит в него фому качуру нужно совершать революцию и качура соглашается гершуни говорит ему поезжай в харьков там на вокзале тебя встретит сотрудник разведочного бюро и передаст все подробности качура едет в харьков но на вокзале его встречает сам гершуни и говорит что с сотрудником разведочного бюро он уже поговорил и все что нужно ему передаст на самом деле конечно никакого сотрудника да и вообще разведочного бюро не существовало в принципе так же как и огромной всероссийской мощной разветвленной боевой организации это все требовалось для пущей убедительности гершуни передает качуре пистолет пистолет заряжен пулями которые надрезаны крестом также как и в прошлый раз а еще чтобы не было осечек гершуни буквально под диктовку заставляет качуру написать письмо в котором будет написано что убийство харьковского генерал-губернатора совершено по задании партии социалистов-революционеров 21 июля фома качура идет в городской парк потому что там каждый день гуляет харьковский губернатор но в этот день рабочий не решился стрелять тогда он приходит на следующий день и стреляет прямо в лицо харьковскому губернатору из-за волнения он промахивается только ранит его в шею губернатор выжил самого фому качуру арестовали на суде тот открыто признался что действовал по задании партии социалистов революционеров и его боевой организации и письмо подтвердило то же самое так вся страна узнала что действительно громкие террористические акты совершаются именно ими социалистами-революционерами гершуни был доволен но вообще-то убить человека да окей мы понимаем ты очень недоволен положением в стране листовки демонстрации подпольные кружки даже есть готовность попасть под плеть полиции или сесть в тюрьму это все можно понять но убить человека своими руками хорошо мы понимаем гершуни прям вдохновляет людей он такой харизматик прирожденный но он не пылесосы продает он буквально ведет людей на убийство как это может происходить дело в том что люди тогда вообще гораздо чаще сталкивались с насилием в повседневной жизни ну то есть гимназистов пароли в гимназии солдат пароли в армии просто на улице ты можешь ежедневно видеть драки никаких проблем дети просто погибали половина детей не доживала до пяти лет люди постоянно сталкивались со смертью и ценность человеческой жизни была тогда меньше чем сейчас но она была эта ценность и тут соображение еще вот какое власть почему-то считает себя вправе отнимать человеческую жизнь до убийцу министра внутренних дел сипягина повесили а кто дал власти это право никто эту власть никто не выбирал так почему мы не можем заниматься убийствами мы будем бороться с государством его же методами тем временем полиция пытается выйти на след гершуни гершуни едет из харькова в москву он встречается там съемно азовом и они планируют следующий теракт убийство уфимского губернатора 6 мая 1903 года уфимский губернатор был убит выстрелом из револьвера в парке на месте убийства нашли листовку тоже подписанную боевой организацией партии эсеров гершуни опять удалось ускользнуть но полиция уже следует за ним по пятам новый министр внутренних дел поставленные взамен убитого сипягина министра зовут вячеслав фон плеве держат на своем столе фотографию гершуни и говорит что не уберет ее до тех пор пока террорист не будет пойман наконец полицию приходят сведения о том что гершуни должен быть в киеве охранное отделение выставляет агентов на вокзале и его что вспоминал полковник полиции когда поезд остановился из вагона вышел хорошо одетый мужчина фуражки инженера с портфелем в руках вглядываясь в него наши люди не двигались поезд свистнул и ушел инженер остался вдруг инженер остановился нагнулся стал поправлять шнурки на ботинках и вскинул глазами в кость настоявших повод альфилеров этот маневр погубил его взгляды встретились гершуни был арестован и на суде он опять в третий раз нарушил революционную этику он должен был сказать что он является руководителем боевой организации но вместо этого он сказал что занимался общепартийными делами какими-то и что ни в какой террористической деятельности он не участвовал суд ему конечно не поверил его приговорили к смертной казни которую заменили пожизненным заключением в каторжной тюрьме селе акатуй за байкалье но в партии социалистов революционеров поверили в террор и не собираются останавливаться к партии присоединяются сторонники в партии идет поток пожертвований дело гершуни должно продолжаться и без него и во главе боевой организации встает правая рука и лучший друг григория гершуни явно азов методы азов сильно отличаются от методов работы гершуни гершуни полагался на вдохновение на порыв а азов методичен и расчетлив гершуни выбирал таких одиночек поэтов революции а азов формирует группы специалистов сам азов глубоко законспирирован даже его подчиненные не знают где он находится на месте группами руководит его заместитель его зовут борис савенков за несколько лет борис савенков вырос из протестующего студента до руководителя группы террористов их цель новый министр внутренних дел вячеслав фон плеви террористы организуют длительное наблюдение они вычисляют маршруты кареты министра но первая попытка убийства срывается в гостинице при сборке взрывается бомба и террористы во главе савенковым бегут из столицы они боятся преследования но азов такие мелочи не смущают он просто как черт из табакерки появляется на конспиративной квартире перед савенковым и говорит ему вернуться в петербург и закончить дело 28 июля 1904 года вячеслав фон плеви убит а группа выдвигается в москву и по той же методике разрабатывает убийство дяди царя бывшего московского генерал-губернатора сергея александровича 4 февраля следующего года убит и он слава боевой организации взлетает просто до небес а вместе с ней слава азов а вот что например пишет нелегальная либеральная даже не социалистическая либеральная газета под названием освобождение трупы боголепова сипягина богдановича бобрикова андреева и фон плеви не мелодраматические капризы и не романтические случайности русской истории этими трупами обозначается логическое развитие отжившего самодержавия русское самодержавие в лице двух последних императоров и их министров упорно отрезала и отрезывает стране все пути к легальному и постепенному политическому развитию пример боевой организации вдохновляет множество людей по всей стране люди просто безо всякой связи с партии эсеров выходят на улицы и начинают убивать царских чиновников за год будет убита или ранено больше трех тысяч человек газеты просто перестают писать подробности о каждом следующем убийстве это уже не сенсации просто появляются разделы в газетах где перечисляются убитые в последнее время а гершу не сидит в тюрьме новости до него доходят с большим опозданием сильно позже он узнает о новых громких убийствах о том что он стал настоящим символом этой революции это именно он разжег ее пожар и в этом пожаре должна сгореть старая россия сгореть чтобы возродиться чтобы стать свободной демократической европейской республикой без цензуры без репрессий без притеснений и без царя с его министрами прошло почти два года гершу не продолжает сидеть в тюрьме с ним наконец связываются его партия хочет его спасти и вот в результате тщательно спланированного побега в бочке с кислой капустой гершу не бежит из тюрьмы и через половину мира возвращается в швейцарию в 1907 году он возвращается настоящим героем и становится опять лидером боевой организации а последние пару лет боевая организация как-то не принимала участие в терроре последний громкий террористический акт произошел в 905 году когда убили сергей александрович и дядю царя новые террористические акты срываются целые группы социалистов арестовывает полиция ходят слухи что в партии предатель кто-то сливает информацию полиции и у гершу не две задачи нужно найти предателя и перезапустить боевую организацию но отсидка в сибири подорвало здоровье гершу не у него обнаруживают саркому легкого он очень тяжело заболевает у него просто нету сил чтобы найти шпиона ну и вообще это не простая задача даже самый хитрый и самый безжалостный человек в партии явно азов не может его найти явно азов не может найти агента полиции потому что агентом полиции был он сам много лет еще до знакомства с гершуня еще до организации партии социалистов революционеров еще с конца девятнадцатого века явно азов работал на охранное отделение против него появляется все больше и больше улик но в партии не хотят поверить в эти улики это совершеннейший абсурд что руководитель нашей боевой организации предатель морисавенков ближайший подчиненный азов а когда видит эти улики говорит вот что если бы против моего родного брата было бы столько улик сколько их есть против азов а я застрелил бы его немедленно но в провокацию азов а я не поверю никогда и гершуни конечно тоже не может в это поверить он хочет доказать всем что азов не может быть предателем и он планирует новый террористический акт самый громкий и самый важный он хочет убить императора николая второго и он хочет убить его вместе со своим лучшим другом с явно азовом чтобы больше никто не смел называть его предателем но гершуни не удается даже начать весной 1908 года возрасте 38 лет он умирает от рака легких он умирает так и не совершив своего главного террористического акта спустя полгода после его смерти оппозиционеры за границей зают специальный суд чтобы разобраться в слухах вокруг азов а и этот суд доказывает его виновность его приговаривают к смерти но азов удается сбежать а после его никто не решается убить азов будет жить в берлине и умрет в 1918 году а сейчас в 1907 партия социалистов-революционеров в глубочайшем кризисе их главное орудие боевая организация полностью развалена и дискредитирована руководство партии боится продолжать террор она боится провокации полиции кажется что власти переиграли революционеров но на самом деле это только заслуга полиции потому что правительство все это время было занято совершенно другими вещами главный из которых маленькая победоносная война с японией а а а Субтитры создавал DimaTorzok